Девушки отдыхают Италия. Начало 60-х годов. Политическая жизнь в этой европейской стране напоминала калейдоскоп. Каждый год менялись правительства, политические лидеры, руководители спецслужб и армии. Постоянно возникали слухи о заговорах и переворотах. Страна жила в режиме политического землетрясения. Одни обвиняли в этом коммунистов, другие – американцев и Центральное разведывательное управление, третьи – мафия. В начале 60-х ее считали более могущественной, чем государственное учреждение. Все спецслужбы мира хотели проникнуть в эту таинственную организацию и использовать ее в своих целях. Секретный объект КГБ. Обычная подмосковная дача. Ее еще называют последним приютом. Именно здесь разведчики, отправляемые за рубеж, проводят последние дни. Здесь получают последние указания. Из разговора с разведчиком. Вам необходимо вступить в доверительные отношения с мафией. Это самая законспирированная и могущественная организация в Италии. Она оказывает влияние не только на внутреннюю политику этой страны, но и на ее внешнеполитический курс. Действовать будете под своей фамилией. Подчиняться только нашему резиденту в Риме. Главное – установить контакт с мафией. Такого задания еще не получал ни один сотрудник советской разведки. Лето 1962 года. Рим. В Италию прилетел советский журналист Леонид Колосов. Ему предстоит возглавить корпункт газеты «Известий». Это его первая длительная командировка в эту европейскую страну. Сотрудники итальянской контрразведки «Сефара» сразу взяли его под негласное наблюдение. Любой новый человек из Москвы проверялся спецслужбами. Леонид Колосов это знал и к проверке был готов. Его задача – убедить итальянцев в том, что он профессиональный журналист, а не сотрудник КГБ. Тогда они снимут с него постоянные наружные наблюдения. Как обмануть людей с «Сефаром» придумал еще в Москве. Надо не играть роль журналиста, а стать им. Свой совет дал и главный редактор газеты «Известия» Алексей Аджубей. Он-то хорошо знал, кем на самом деле является Леонид Колосов и зачем он приехал в Рим. Для того, чтобы тебя сразу признали за журналистом, первое задание – это он мне дал вообще взять интервью у проститутки итальянской. Причем он сказал, что у тебя сразу, то есть ни у кого не возникнет никаких сомнений в том, что ты журналист. Ну, во-первых, ну, естественно, ты не пиши, что такое проститутка, подведи какие-то социальные корни, что вот бедность выбрасывает женщин на панели, все такое прочее, говорит, заплати ей, когда будешь брать интервью. Потом на меня посмотрел, но, говорит, учти, что это интервью. По назначению не употребляй, иначе партбилет получишь, говорит, если узнаем. Так что мое первое интервью, когда я приехал под крышей журналиста и сказал об этом резиденту, он вытрящил глаза, но сказал, ну, что же я могу сделать. Раз такое задание дал взять председателя Совета Министров и секретаря ЦК генерального, так, то ничего сделать нельзя. Своё первое интервью Леонид Колосов брал на глазах сотрудников СЕФАР. Итальянские контрразведчики были удивлены. Материал, выброшенный на панель, напечатали в газете «Известия». Затем его распространили по каналам ТАСС по всему миру. Статью перепечатали и в Италии. Это стало событием. Впервые журналист из Москвы берет интервью у римской проститутки, и советская пресса его печатает. После этого материала Леонид Колосов стал своим человеком в журналистских кругах итальянской столицы. Появились новые контакты, завязались нужные знакомства. Благодаря этому он теперь четко представлял себе политическую обстановку в Италии. В течение почти 20 лет вся политическая жизнь в этой европейской стране определялась и финансировалась из-за рубежа. Если Советский Союз тайно вкладывал деньги в Коммунистическую партию Италии, то Соединенные Штаты Америки всячески поддерживали правые партии и организации. Леонид Колосов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь можно было приступать к выполнению заданий. Ведь работа журналиста всего лишь прикрытия. Из досье. Колосов Леонид Сергеевич. Оперативный псевдоним Лесков. Родился в Москве в 1926 году. Окончил Институт внешней торговли и специальную школу КГБ. Сотрудник советской внешней разведки с 1957 года. Подполковник. Известный журналист международный. В 1962 году Колосов только начинал свою карьеру разведчиком. И начинал ее с трудного и почти невыполнимого задания. Нужно было вступить в доверительные отношения с боссами итальянской мафии. Рим. Небольшой ресторан в центре города. Здесь обычно собираются журналисты. Постоянный посетитель заведения сеньор Леонидов. Именно здесь он познакомился с Феличи Келанти, знатоком истории сицилийской мафии. Келанти пообещал своему коллеге устроить одну встречу. И неожиданно пропал. Встреча с человеком мафии не состоится. События начнут развиваться так, как никто этого не мог предвидеть. Даже Леонид Колосов. Ночью из Москвы в Рим пришла срочная шифровка. Центр Лесковых. Необходим выход на круги, близкие к Ватикану. Задействуйте агентуру. Ватикан. Резиденция Папы Римского. Самое маленькое и самое могущественное государство в мире. 44 гектара в Риме – это земля Святейшего Престола. Власть Папы невидима, но вполне реальна. Он – духовный отец всех католиков, а их на земле почти миллиард. Лидеры всех стран хотят иметь доверительное отношение с Ватиканом, потому что дружить с главой Святейшего Престола престижно и важно. Статус государства эта территория получила в 1929 году. С этого времени здесь постоянно происходят неофициальные встречи и переговоры, в которых участвуют разные государственные деятели и политики. Все это журналист и разведчик Леонид Колосов хорошо знает. Он даже знает, что некоторые из крестных отцов мафии иногда бывают в Ватикане и прибегают к посредничеству Святейшего Престола. Но новое задание Москвы никак не связано с мафией. Оно связано с большой политикой. Каждый год глава Римской Католической Церкви дает свою оценку происходящему в мире. Все, что он говорит, воспринимается католиками как истинно, как глаз Божий. В 1963 году все ждали, что скажет фантифик о возможном приходе к власти в Италии коммунистов. Такой вариант развития событий считался возможным. В 1963 году хозяином Ватикана был Иоанн XXIII. Итальянцы называли его «добрым папой». Он публично осудил гонку вооружений и выступал за мир. По мнению Москвы, с таким папой можно было договориться. Поэтому советскому лидеру Никите Хрущеву и понадобился Ватикан. Изшифровки. Центр Лескова. 6 марта в Рим прибудет специальный представитель Хрущева. Все инструкции получите непосредственно от него. Леонид Колосов не знал, кто будет этим специальным представителем советского руководства. Не знал этого и резидент КГБ в Риме. В Италию прилетел Алексей Аджубей, главный редактор известий. Он прибыл с супругой по приглашению общества Италия СССР. Визит носит неофициальный характер. На самом деле Аджубей приехал в Италию с тайной миссией, порученной ему первым секретарем ЦК КПСС и тестем, Никитой Сергеевичем Хрущевым. Это было абсолютно секретное задание, о котором не знал даже резидент. То есть он приехал от Аджубей и сказал, ты работаешь со мной. Резиденту даду указание тебе отдать мое полное распоряжение. Ты мне должен устроить встречу с папой Ангоном 23. У тебя есть люди? У меня был один агент, который работал в Ватикане. Этот итальянский знакомый Леонида Колосова входил в ближайшее окружение папы Римского. Он не был заметной фигурой в Ватикане, но каждый день встречался с Иоанном 23. Он идеально подходил на роль посредника. Сценарий встречи был написан заранее. Все детали ее разработали три человека. Алексей Аджубей, Леонид Колосов и человек из окружения папы. Мы договорились, что Аджубей будет ходить, его поведут в картинную галерею папы. Вот неожиданно выйдет папа, они вдруг страшно удивятся этой встречи. Я их познакомлю, значит там подойдет самый наш человек. А потом они пойдут в кабинет папы и будут разговаривать по проблемам возможного подписания соглашения между Ватиканом и Государством Советский Союз. Ровно в 12.30 чета Аджубей рассматривала одну из фресок недалеко от входа в личные покои папы. Иоанн вошел через минуту в сопровождении своего личного секретаря, который и представила Аджубея понтифику. Завязался оживленный разговор об искусстве. Со стороны встреча выглядела абсолютно случайно. Тайная часть аудиенции состоялась позднее, в библиотеке Ватикана, и продолжалась почти час. Все произошло именно так, как и было запланировано. Советская сторона факт встречи сохранит в тайне и никаких официальных сообщений не сделает. Но на следующее утро в одной из итальянских газет появится короткая заметка под названием «Красный папа». Позднее Леонид Колосов будет точно знать, кто и зачем организовал скандальный материал в прессе. Этой заметкой сотрудники ЦРУ собирались начать кампанию по дискредитации папы. Но авторитет Иоанн был высок, и провокация не удалась. В Москве встречу в Ватикане оценили как большую дипломатическую победу, даже несмотря на ряд особых условий, выдвинутых папа. Папа поставил три условия. Первое. Дать большую свободу православной церкви. И как только приехал Аджубей, через неделю при Совете Министров был создан комитет по вопросу религии. Во-вторых. Освободить всех посаженных в тюрьму священников униатской церкви на Украине. Все были сразу моментально выпущены. И третье условие, значит, оно заключалось в том, чтобы визит Хрущева был первым. В Москве и Ватикане уже не исключали, что такой визит может состояться в самое ближайшее время. Алексей Аджубей провел в Риме всего 42 часа. И многое ушло. В курпункте известий зять советского лидера не задержался. Во время короткого разговора он попросил Леонида Колосова приехать в аэропорт и проводить его. А еще через некоторое время в курпункте раздался телефонный звонок. Незнакомый голос произнес по-итальянски. Привет от Филичи Келанти. Сегодня следует быть осторожнее. Иначе встреча, которую он вам обещал, может и не состояться. Тайный смысл этой фразы Леонид Колосов поймет позднее. Однако главной мишенью был не Колосов, а Алексей Аджубей. Зять Хрущева несколько раз неосторожно обмолвился, что в аэропорт его отвезет в СОПКОР известий Леонид Колосов. Кто-то этой информации поверил и устроил ему на Вио-дель-Маро ловушку. А он не поехал со мной, в чем вся история-то. Он должен был ехать со мной, тогда мы погибли оба, потому что он сидел рядом, меня выкинуло через правую дверь, потому что машину занесло, меня рвануло, я вылетел через нее, а он поехал с послужников. Все обстоятельства этой автокатастрофы будут тщательно расследованы. Официально римской полюцией и неофициально экспертами советской разведки. Они придут к разным выводам. Был вмонтирован усик, ну у нас он на нашем блатном жаргоне назвался усиком. Это делается маленький разрез, а тогда шина была, во-первых, камера, она надувалась, а потом уже сама шина. И вот влезался на определенной скорости этот усик под давлением, прокалывал свину, она разрывалась к чертовой матери, никого не было потом найти. Ну вот, усик не нашли, а вот вместо разреза наши специалисты, ребята, определили. Уже находясь в больнице, Леонид Колосов узнает о неожиданной кончине папы римского Иоанна XXIII. Он умер скоропостижно, так и не встретившись с главой Советского Союза. Новым понтификом изберут кардинала Монтини. Интальянцы назовут его американским папой, потому что до своего избрания этот достойный человек руководил Молодежной католической лигой, которая финансировалась ЦРУ. Внезапная смерть его предшественника сразу породила множество слухов и версий. Ну, по моим сведениям, я копал эту тему, и агентуру подключил из своего человека, который был в его окружении. Ну, он мне сказал, но он сказал, что я тебе не могу это подтвердить. Но его отравили. Рим. Ресторан в центре города. Традиционное место встреч журналистов. После аварии на Вио-дель-Маро к Леониду Колусову здесь относятся с особым уважением. Многие считают, что автокатастрофу подстроили американцы. Здесь и происходит новая встреча с Феличи Киланти, журналистом и доверенным лицом мафии. Он предлагает сеньору Леонида совершить поездку на Сицилию. Один уважаемый человек в Палермо читал его статьи и хочет поговорить с ним лично. Вскоре на корпункт известия поступило приглашение. Сеньор Никола Джантили готов принять советского журналиста для беседы. Фотографирование и стенографическая запись исключаются. Сицилия – самый таинственный остров Европы. В 50-е и 60-е годы его называют заповедником мафии. Для иностранного журналиста попасть сюда в качестве гостя – это все равно, что слетать на Луну. Дороги острова находятся под контролем вооруженных людей, которые ничего не хотят знать о том, что происходит в Риме. Для них столица Италии – Палермо. Здесь действуют другие законы и традиции. С ними вынуждены считаться все. От командования военной базы США до представителей местной власти. В 1963 году проехать по Сицилии без лишних проблем мог только тот, кого пригласил на остров лично Николе Джантили. Вилла в Палермо. Первая встреча Колосова и Никола Джантили. Дед говорит только о прошлом. «Сын мой, мне сказали, что вы собираетесь писать книгу о мафии. Мне нравится эта идея». В 20-е годы мы покинули Италию и оказались в штатах. Это было время сухого закона. И нам пришлось наладить подпольное производство спиртного. Тогда мы впервые заработали свои большие деньги. Сегодня это знают все. Потом была очередь наркотиков, фигурных притонов, шантажа, политических убийств. Я думаю, что вас, как коммуниста, это не должно особенно задевать. Именно тогда семью возглавил Аль Капоне. Без этого человека не было бы мафии и всеобщей веры в ее могущество. В 28-м году он завоевал абсолютную власть в преступном мире и стал некоронованным королем Чикаго. Замки приписывали ему 215 убийств, а в тюрьму отправили за неуплату налога. Это нечестно, поэтому я и не люблю американцев. Он мне рассказал массу интересных вещей. Более того, он мне показал устав мафии. Старинный устав на какой-то полуистлевшей бумаге. Правда, сфотографировать не дал. Говорит, прочитай, потом отойди куда-нибудь и запиши, что ты знаешь. Потом показал клятву, вступающую в мафию. Это очень серьезная организация. Вот, причем разрезает руку, над свечкой капает кровь, и произносит слова, что в случае чего-то он предан мафии. Если он предаст, он достоин смерти. Заранее себя приговаривает. Вот так прошла первая встреча сотрудника КГБ с одним из боссов сицилийской мафии. От этого контакта в Москве ждали многого, потому что влиятельный человек из таинственной организации Коза Ностра не скрывал своих антиамериканских настроений. Я у деда замечаю, на стене, значит, висит огромное количество икон. Ну, я его спрашиваю, я говорю, что, сеньор Никола, вы что, коллекционируете иконы? Он говорит, да, вы знаете, и к моему несчастью у меня ни одно и русское. Я говорю, проблемы нет. Я говорю, я вам, мы в следующий раз с вами встретимся, и я вам привезу подарок. Возвращение из Палермо, Колосов решил сделать подарок сицилийскому крестному деду. В Москву была отправлена шифровка. Лесков, центр, вступил в контакт с дедом, готов к обмену информации. Для укрепления контактов предлагаю сделать ему подарок. Следующая встреча состоится через месяц, в Палермо. На эту встречу Колосов поехал один. На заднем сидении автомобиля лежала русская икона 17 века. Никто еще не знал, какую роль этот подарок сыграет в дальнейшем развитии событий. Вилла в Палермо. Разговор с господином Джантили после вручения подарка. Сын мой, вы ведь работаете не только на газету. Можете не отвечать. Вы что-нибудь слышали о плане Соло? Вы ведь знаете, что я не люблю американцев, потому что они нахально лезут во внутренние дела моей страны. Запомните, план Соло. А за икону спасибо. Скоро я сделаю вам свой подарок. Подождите. Летом 64-го года в политической жизни Италии назревал очередной кризис. Глава итальянских спецслужб генерал Лоренцо был подозрительно активен. Он ездил по стране, произносил публичные речи, встречался с членами парламента. Рим, Корпунт, газета «Известий». Вечером 22 июля здесь раздался звонок из Полярвы. Господин Джантилли хочет говорить с русским журналистом Колосом. От этого зависит будущее Италии. И он говорит, сын мой, у меня очень серьезный разговор к тебе. 4 марта утром на прием к президенту Мора придет подполковник военно-десантных войск по ДСТА, по личной просьбе срочно. И сделает вид, что он на него покушается. После этого он скажет, что его подослали, когда его схватят. Естественно, но он его ранит. Он скажет, что он подослан коммунистами, что коммунисты собираются совершить переворот и установить, значит, коммунистическую диктатуру. Вот, говорит, замысел план Делоренцо. Сразу всех арестовывают, всех коммунистов, всех из правительства. И уже, говорит, кое-где уже начинают, так сказать, подбирать места для будущих концлагерей. Я говорю, не может быть, он говорит, сын мой, то, что я тебе говорю, это святая правда. Обязательно расскажи этому послу. Ну, мы посылаем шифров. Как только руководители КГБ и МИД СССР получили точную копию плана СОЛО, разработанного ЦРУ, было решено использовать все возможные каналы для предотвращения государственного переворота в Италии. От дипломатических до разведывателя. Копия плана СОЛО была вручена главе итальянского правительства Альдемором. Если премьер поверит этому документу, то события начнут развиваться очень быстро. Его нужно к этому подтолкнуть. Тогда я, значит, сажусь, пишу огромную статью, значит, называю всех генералов, ну, под чужим именем, естественно, отсылаем, публикуют ее во Франции, во всех европейских странах, поднимаем большой шухер. И здесь находим, у нас было два, ну, таких, они доверенные были, Скальфарий и Януцца, два журналиста, самых скандальных, ну, как у нас, скажем, Сашу Бовину скандальные эти статьи пишут, так, вот они такие скандалисты, им подсовывают, не я, им подсовывают уже сделанные статьи, они их публикуют в печати. Начинается колоссальный шум. Первым был арестован подполковник воздушно-десантных войск Роберто Подестер. Согласно плану Соло, именно он должен был явиться на прием Кальдо Моро и совершить на него покушение. Потом должны были обвинить во всем случившемся коммунистам. В результате этой провокации страна должна была оказаться на грани гражданской войны. Главная цель спровоцировать столкновение между правыми и левыми силами Италии. После этого на политической сцене должен неожиданно появиться шеф Сефары, генерал Лоренцо, спасти родину и потребовать от парламента неограниченных полномочий. Отсюда и название секретного проекта Соло. Государственный переворот будет предотвращен премьер-министром Моро. Он не будет знать, что всю информацию о плане Соло советские спецслужбы получили от людей Джантили. Даже мафия была не заинтересована в обострении политической ситуации. Из беседы Колосова с Николей Джантили. Мафия не организация сына мой, а настоящая семья. Смерть – часть нашей жизни, часть нашего дела. Вы ведь коза-ностра переводите именно так. Все наши люди уходили из жизни тогда, когда это было нужно семье. Если он когда-нибудь скажет, что я умер здесь, в полярной естественной смерти, не верьте этому. Мы уходим из жизни тогда, когда это нужно семье. Другой смерти у нас не бывает. Я пережил 20-е, 30-е, 40-е, 50-е. Заглянул в ваши 60-е. Плакое время, скажу я вам. Проще купить человека, чем его убить. А в политике всегда должны быть люди, готовые умереть за свои убеждения. Я таких в Италии сегодня не знаю. Осенью 64-го года все ждали официального расследования. К нему готовились и левое, и правое. Они хотели использовать следствие как повод для нового витка напряженности. Поэтому премьер Морро принял решение. Расследование не будет. Это может привести к настоящему расколу страны. 1965 год. Леонид Колосов снова едет в Сицилию в гости к Николу Джантиру. Дед отмечает день своего рождения. Это наша последняя встреча. Теперь у вас сильные, или сильные противники, американцы. Их надо уважать и побаиваться. Вот мой совет. Напишите статью о наших встречах и опубликуйте ее. Это объяснит ваши частые поездки ко мне. Что касается моего ответного подарка, то вы его обязательно получите. Кстати, у меня сегодня в гостях одна дама, с которой вам следует познакомиться. Потом мы все поймем. Дама, которую Никола Джантили представил советскому журналисту, была личным секретарем начальника американской базы. Получить информацию от нее можно было только с согласия такого человека, как Джантили. Через год Никола Джантили умер на своей вилле в Палермо. По официальной версии от обширного инфаркта. Старому мафиози было за 80. Но в журналистских кругах ходила и другая версия. Говорили, что в день смерти на вилле Джантили были слышны выстрелы. Первыми о смерти Джантили сообщили американские, а не итальянские газеты. Крестный отец ушел из жизни именно тогда, когда это нужно было всем. Официальное расследование начнется в 67-м году. Поводом для этого станут террористические акты, совершенные в Риме организации под названием Красные Бригады. На расследовании их деятельности будут настаивать несколько членов итальянского парламента, известных своими тесными связями с ЦРУ. Они хотели доказать, что никакого заговора Сола не было, и что все это провокация, организованная Компартией и КГБ. Но расследование произведет обратный эффект. В ходе его начнут скрываться новые обстоятельства и выясняться ранее неизвестные детали. В бывшем загородном доме генерала Лоренцо будет найден тайник с оружием американского производства и документы. Новые факты потрясут страну. Оказывается, итальянскими спецслужбами руководил платный агент ЦРУ. После этого ряд влиятельных политиков попытается прекратить расследование. Но Моро примет другое решение. Теперь он будет выступать за продолжение расследования и его публичность. В этот момент политик Моро станет человеком мишени. И не только для журналистов. В Москве понимали, что такое расследование неизбежно выведет итальянскую юстицию на журналиста Колосова. Поэтому было принято решение свести все секретные контакты к нулю. Он останется в Риме на некоторое время, как журналист известен. Вдруг раздается телефонный звонок и такой голос с хрипотцой говорит, что это Клавдия Кардинали. Я говорю, сеньорина Кардинали, чем обязан? Вот говорит, вы знаете, я хотел бы к вам зайти на несколько минут. Я очень благодарна вам за вашу статью. Говорит, если вы не возражаете, я говорю, ради Бога, я сейчас пущусь за вами. Вот я ее встретил, мы поднялись и она мне кладет на стол большую черную коробку. Она говорит, вот это вам коньяк наполеоновских времен. Мы с ней посидели, я говорю, ну коньяк, коньяк, наверное, мы его не будем сейчас открывать, она говорит, я говорю, тем более, что это подарок от вас. Вот я говорю, я вас угощу нашей водкой. Вы когда-нибудь пили? Она говорит, да, пила, мне очень нравится, кстати говоря. Ну, у меня запасы были большие, из холодильника я достаю. Тогда у нас была в экспортном исполнении столичная, вот даже сейчас у меня слюна отделяется, с зеленой этикеточкой прекрасно на экспорт. Водочка, значит, была красная и черная икра у меня в запасе. Ну, еще что-то такое, оливки стояли, все это я быстренько принес на стол. Мы с ней выпили по рюмке, вот, потом по второй, вот. Ну, все время разговаривали о кино, я говорил, какая она великолепная актриса, она говорила, как она мне благодарна за то, что я вот о ней написала, так все широко опубликовали. Ну, потом как-то незаметно я ее взял за руку, она почему-то эту руку не отняла у меня. Потом я ей положил руку на коленку, она тоже ее не стряхнула почему-то. Вот, и так как-то у нас мы смотрели уже друг на друга, ничего не говоря, рядом у меня была пустая спальня, и вдруг пришла в голову трезвая мысль, а вдруг за ней приехала наружка, то есть наружное наблюдение, итальянская контрразведка. А вдруг вообще она выполняет задания итальянской контрразведки и всячески меня соблазняет, чтобы потом, ну, господи, если бы нас застали в моей спальне, то это был, конечно, мировой скандал, и моя карьера и журналисты, и разведчиков кончилась. Но остался вот только в памяти ребят, которые, так сказать, скальво молодец, какую девку подцепил. вот, эта мысль как-то настойчивее и настойчивее начала меня протрезвлять. Я стал затягивать разговоры, она уже вроде как на меня странно начала смотреть, ну, что это мужик сидит и никаких действий больше не предпринимает. Вот, а я думал, как бы мне сделать так, чтобы вот наше застолье с ней прекратить. И вдруг раздается звонок. звонил дежурный из посольства. Он сообщил, что на имя Колосова пришла почта. Ну, я подхожу к Клавдии и говорю, Клавдия, ради Бога извини, у меня даже чуть ли не слезы на глазах наперкнулись. Я говорю, но звонит, вызывает меня к послу. Она говорит, как к послу? Я говорю, так вот, какой-то срочный дело, видимо, связанное, может быть, статью нужно срочно какую писать. Я говорю, поэтому ты меня, ради Бога, извини. Может быть, мы встретимся еще как-нибудь один раз. Но она тоже так на меня посмотрела. Ну, хорошо, если хочешь, я тебя отвезу на своей машине. Я говорю, не, 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 я на своей доеду. Вот я тебя провожу, проводил. В канцелерию советского посла пришло для него письмо. На нем написано по-итальянски, подарок. Ни штемпелей, ни обратного адреса. В конверте женская фотография, схемы и два листа, написанные от руки. Это почерк Николи Джантили. Сын мой, это письмо вы получите уже после моей смерти. Если вас интересует американская военная база на Сицилии, то лучшего источника информации вам не найти. Тем более, что с личным секретарем командующего базы я вас уже познакомил во время нашей последней встречи. Подписи под этим письмом не было. С 1949 года на Сицилии находится крупнейшая военно-морская база США и один из штабов военного блока НАТО. Проникнуть сюда для советских спецслужб почти невыполнимая задача. Дед сицилийской мафии сделал советскому разведчику настоящий подарок и сделал совсем не случайно. В 60-е годы активное военное присутствие США в Сицилии беспокоило даже итальянцам. Теперь о возвращении Колосова на родину не могло быть и речи. Он должен остаться в Италии и проработать новые контакты. Разработка нового источника информации чуть не стоила Леониду Колосову жизни. Мне кажется, что есть кто-то такой, кто так вовремя отводит от меня меч карающий. Была автомобильная авария, из которой я вышел сухим, меня стреляли на Сицилию, но попали в ногу. Но это, видимо, все-таки судьба. В 1978 году итальянский политик Альдо Моро будет похищен и убит. Леонид Колосов в это время находился в Риме. С помощью своих итальянских друзей он начал свое расследование. Начали валить опять-таки на советскую разведку. Советская разведка ухлопала море. Хотя это была абсолютнейшая глупость, но тем не менее нужно было найти убийцу. И вот Мауро де Мауро он был связан с мафией, у него были свои друзья там. И он пообещал мне помочь. Я приехал к нему на встречу на Сицилию. Было обусловлено, я им позвонил из Рима, ничего не значащий звонок. Значит, через день он выходит поздно ночью, я говорю, что я вечером всегда любил ночью встречаться на угол, там у нас была обусловленная встреча. Вот, я выхожу ночью, его нет. жду, час жду, потом ухожу, что-то такое случилось. А утром, значит, выходят заголовки газет, что пропал прогрессивный журналист Мауро де Мауро. По официальной версии, итальянский политик стал жертвой красных бригад, ультралевой террористической организации. Однако, многие считали, что Моро стал жертвой ЦРУ, которое наконец-то смогло отомстить ему за активное действие по предотвращению заговора Лоренцо и за громкое разоблачение деятельности американских спецслужб в Италии. Леонид Колосов и его итальянский друг, журналист Карло Маури, который неожиданно пропал в самом начале их негласного расследования, считали именно так. Маури, 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 своему приятелю сказал, что он встречается с советским журналистом. Это как мне потом рассказывали, то есть, как потом узнали, что советский журналист вот интересуется проблемами убийства и все такое прочее. Его лучший друг оказался агентом контрразведки итальянской. Его сцапали. из него выбивали в течение трех дней фамилию и имя советского журналиста. То есть, он сказал, что советский журналист. И он мне сказал. Его забили до смерти. Ну и чтобы скрыть, как мне потом рассказали, его положили в сундук, положили камни, вывезли в море и, значит, его отпустили. Тайна похищения и гибели Альдемор так и останется загадкой. О результатах своего расследования Леонид Колосов доложит руководителям КГБ. По его мнению, политическая совесть Италии Мора был очередной жертвой ЦРУ. Великому политику отомстили за его прошлое. После этих событий Леонида Колосова перестанут посылать служебные командировки в Италии. Он будет работать в Москве и иногда выезжать за границу со специальными заданиями. Для иностранных друзей и коллег он так и останется известным советским журналистом-международником. Тайна его контактов с крестными отцами сицилийской мафии будет сохранена. Последний раз он приедет в Рим в 92-м году. Итальянская сторона пригласит известного журналиста и подполковника службы внешней разведки на конференцию по проблемам терроризма. Он приедет. Рядом со мной сидел Даля Кьеза такой был генерал начальник Сефара то есть начальник итальянской разведки контрразведки он сидел рядом со мной и он мне рассказал вы знаете говорит подполковник но говорит самое главное вы не принесли вреда нашей стране. Лучше Продолжение следует...